Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. Каток вместо магистралей Омск готовится к гололеду. Автолюбители просят быть осторожнее. 11 миллионов долларов в наследство от родственника из Африки. Мне прислали бумаги. Не просто там захотелось печати, все эти логотипы. Амич купился на старую схему обмана. Пес на лето в омских приютах собачий бум. Дачники массово бросают животных. И первая победа на домашнем льду. Омские ястребы сумели обойти стальных лисов. В ожидании дня жестянщика омские коммунальщики готовятся к гололеду. По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются дожди с мокрым снегом. Дневные температуры не превысят плюс 5 градусов. По ночам ожидается понижение до нуля и минусовых отметок. На дорогах может возникнуть гололед. Сейчас дорожные службы активно заготавливают спецтехнику и биохимические реагенты. Чтобы можно было оперативно выехать и обработать наиболее опасные участки дорог. Дежурить спецмашины будут круглосуточно. Автолюбители просят быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. А также задуматься о смене резины. В противном случае Омску грозят многочисленные мелкие аварии. И как следствие заторы на дорогах. Врачи берлинской клиники Шарите не обнаружили яда в организме Навального. Об этом на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса сообщил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Заявление о Берлине об отравлении блогера министр назвал информационной кампанией против России. Отметив, что обвинения не подкреплены фактами. Немецкие врачи признались, что не обнаружили в анализах политика никаких отравляющих веществ. Сделали это уже в клинике Бундесвера. При этом подчеркнул глава российской дипломатии, Москва не в курсе, действительно ли специалисты из Франции и Швеции сами брали анализы у пациента. Напомню, Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, больного госпитализировали в БСМП номер один, а позднее транспортировали в немецкую клинику Шарите. Названа дата второго в истории пуска тяжелой ракеты «Ангара». С космодрома Плесецк она стартует 24 ноября, об этом сообщает ТАСС. Собирали ракету-носитель в Омске на заводе «Полет» в легендарном филиале центра имени Хруничева. А вот испытания проводились уже в столице. Известно, что «Ангара» сможет выводить на орбиту до 24 тонн груза. Ракета должна заменить «Протон-М». Всего за ближайшие два года, по данным Роскосмоса, состоится шесть технических запусков «Ангары». А с 2023-го начнется серийное производство. Для этого на полете провели масштабную модернизацию. Услышал о наследстве в миллионы долларов и размечтался. 64-летний Амич стал жертвой мошенников. Мужчине на электронную почту пришло письмо о том, что в Африке умер его дальний родственник, который якобы оставил Амичу 11 миллионов долларов. Корреспонденция была на английском языке с гербом республики Тога. Для перевода мужчина пользовался услугами специалиста. Из письма он узнал, что в Африке есть человек, который займется оформлением необходимых бумаг. А Амичу нужно было только сделать перевод, чтобы оплатить услуги. То, что никакой информации о неизвестном члене семьи нет, пострадавшего не смутило. В итоге он взял кредит, добавил свои сбережения и перевел мошенникам полтора миллиона рублей. Мне прислали бумаги. Не просто там захотелось печати, все эти логотипы. В доллары переводил. Это были ваши личные накопления? Мои накопления. Я еще и кредит взял. Где-то на миллион сто, где-то на миллион десять. И так же перевели в доллары? Так же перевел, да. Сейчас полицейские пытаются найти злоумышленников. Амичей просят быть бдительнее и не верить подобным рассказам. Прошла любовь. С наступлением осени зоозащитники хватаются за голову. И без того переполненных приютов для животных шквал обращений. И десятки новых постояльцев каждый день. Люди оставляют на дачах собак и кошек. Некоторые садоводы поступают еще более цинично. Бросают псов на привязи, не давая ни единого шанса освободиться и выжить. Екатерина Балучевская узнала чудесные истории спасения братьев наших меньших. И выясняла, грозит ли какое-то наказание тем, кто бросает зверей на голодную смерть. Ни породы, ни имени, но много прыти. Собака будто каждую секунду готова сорваться с поводка и бегать. А еще полторы недели назад даже ходила с трудом. Силы потеряла от истощения. Ветеринары предполагают, что она стала питомцем на лето. Скорее всего, зверя бросили дачники. Привезли ее 25 сентября на территории Осташково, СНТ Заря. Буквально за полторы недели, килограмма два она прибавила. Была совсем худая. От голодной смерти собаку спасли в муниципальном приюте. Каждый день хвостатая обедает перловой кашей с мясом. И только небольшой шрам на носу теперь напоминает о скитаниях по дачным аллеям. Могла ее другая собака поранить? Ну, конечно, они же бегают там с таями, за еду могут подраться. Шансов выжить в дачных угодьях нет, говорят зоозащитники. Слабых загрызут их же сородичи. Другая угроза – холод. Даже самая густая шерсть не спасет пса от сибирского мороза. И каждую осень в приютах начинается гавкающий бум. Если обычно в день привозят пять собак, сейчас минимум 15. Конечно же, много поступает звонков по этому поводу, что где-то там заброшенная собака на участке, там где-то брошенная собака. Поэтому хотелось бы, чтобы граждане это понимали и все-таки несли ответственность за своих питомцев. Сложность в том, что мы, естественно, не можем отлавливать самих, забирать собак с самих дачных участков, а только тех, которые бегают по аллеям в общественных местах. А на придомовой территории не только запирают, но и садят на цепь. Тогда шансов выжить почти нет. Надежда лишь на то, что брошенных пленников вовремя заметят соседи. Между тем, за оставление животного на произвол судьбы не предусмотрена ответственность. Это не расценивается, как жестокое обращение. Не будет и штрафа, как, к примеру, во Франции. Там бессердечным хозяевам придется заплатить 30 тысяч евро. Омские зоозащитники говорят, людям, которые хотят заводить собак на дачный сезон, следует хотя бы несколько дней поработать волонтерами в приютах. И тогда наверняка многие передумают заводить питомцев на лето. Екатерина Булучевская, Дмитрий Алдегепченко, 12 канал. За отпуск заплатят. В России стартует второй этап программы возврата стоимости туров. Кэшбэк в 20% от стоимости поездки можно будет получить с 15 октября до 5 декабря. А планировать путешествие до 10 января. По-прежнему остаются условия. Вояж нужно оплатить картой МИР. Как сообщают в Ростуризме, условия стали более гибкими. Купить путевку теперь можно не только у отелей и туроператоров, но и через агрегаторы. Кэшбэк доступен даже для путешествий выходного дня. В программу включены и долгие новогодние праздники. Максимальный размер компенсации – 20 тысяч рублей. Отмечу, что программой уже воспользовались десятки тысяч россиян, которые открыли для себя неизведанные ранее уголки родной страны. Пляжи Черноморского побережья и Крыма, степи Бурятия, озера Карелии и Величественный Урал. Между тем, осенний отдых в омских санаториях признали одним из самых доступных в Сибири. В среднем он обойдется в 2600 рублей в сутки. В сумму входит проживание, питание и лечение. С такими цифрами Омская область вошла в топ-5 сибирских регионов с самыми недорогими санаториями. Данные опубликовал популярный портал бронирования. Меньше суммы только в Томске, Красноярском крае и Хакасии. Там придется заплатить 2000 рублей. Эксперты назвали число россиян, которые готовы сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости. 23% жителей страны в целом согласны поставить российскую вакцину. В то же время 73% заявили, что пока не готовы к этому шагу. 4% сообщили, что переболели вирусом и им нет необходимости делать прививку. Абсолютное большинство опрошенных 93% отметило, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке. За обязательный характер процедуры высказались всего 7% респондентов. Стало известно, когда человек может повторно заразиться коронавирусом. Об этом рассказали эксперты Федерального исследовательского центра. По их словам, иммунитет к инфекции сохраняется полгода после антитела пропадают. Соответственно, люди вновь становятся подвержены заболеванию. Например, те, кто перенес ковид в апреле, под угрозой уже сейчас, в октябре. И надеяться на коллективный иммунитет, говорят ученые, не стоит. Что касается самого течения болезни, оно, по словам специалистов, зачастую не отличается от первого. Однако, если сначала вы перенесли ковид-19 бессимптомно, не факт, что на второй раз не будет осложнений. Готовы предложить учителям информатики 50 тысяч рублей в месяц. Аналитики выяснили, какие педагоги наиболее востребованы в Омской области и сколько работодателей готовы платить за их труд. В целом, за год спрос на учителей вырос на 68%. Больше всего в регионе не хватает преподавателей русского и иностранных языков, математики и информатики. Средняя зарплата в отрасли сейчас составляет 22,5 тысячи рублей. Но некоторые педагоги могут рассчитывать на более солидную оплату. К примеру, преподаватели информатики. Их средний уровень дохода 50 тысяч рублей. Более 16% вакансий предполагают дистанционный формат работы, а итоговый уровень дохода зависит от количества часов. Омские ястребы одержали первую победу на домашнем льду в упорном матче, переграв стальных лисов из Магнитогорска. Встреча прошла на льду хоккейной академии «Авангард». Счет в матче в середине первого периода открыли уральцы. Однако еще до перерыва мячи не только сравняли счет, но и вышли вперед. Отличились Владимир Машков и Артем Свящев. Во второй 20-ти минутке команды обменялись шайбами, причем обе голевые комбинации получились эффектными. Шайба Данилы Дудина в итоге стала победной 3-2. Повторный матч состоится уже сегодня. Начало встречи в 19 часов по омскому времени. Съемочная группа 12-го канала обеспечит прямую трансляцию игры, которую можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале молодежной хоккейной лиги. Омский Иртыш продлил беспроигрышную серию. Причем, чтобы добыть вторую победу подряд, речникам даже не пришлось выходить на поле. Ярославскому шиннику присудили техническое поражение за неявку на игру. У соперников эпидемия коронавируса. Легкие три очка помогут амичам подняться вверх на одну позицию в турнирной таблице и обогнать Томик. Однако Иртыш подвергся штрафным санкциям. В матче с Воронежским факелом контрольно-дисциплинарная комиссия РФС выявила следующие огрехи. У сотрудников охраны не оказалось удостоверений, было задержано начало игры и другие мелкие нарушения. Но заплатить за них придется крупно. В совокупности омский клуб оштрафован на 400 тысяч рублей. А самое неприятное, что теперь квота присутствующих на трибунах болельщиков снизится. Поскольку в предыдущем матче секторы 2 и 3 были заполнены сверх норматива. У Иртыша есть время для работы над ошибками. Следующий матч пройдет в пятницу, 9 октября. Соперником нашей команды станет московская торпеда. Билеты начнут распространять завтра. В одни руки продадут не более двух контрамарок. Не выпрашивает угощения, а покупает их за листья с деревьев. Умом и сообразительностью отличился бездомный пес из Мексики. Дворняка обосновалась в Матерейском технологическом институте, где сердобольные студенты периодически его подкармливали. Однако негра, так местные назвали пса, заметил, что желанные угощения ученики получают в местном магазине в обмен на деньги. Вместо купюр смекалистый лабрадор стал использовать листья деревьев. Их он каждый день приносит к прилавку и виляет хвостом, явно рассчитывая на что-то вкусное. Продавцов такое поведение позабавило, так что теперь взамен на листья пес регулярно получает печенье. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Надежные радиаторы отопления. Консультация. Гарантия. В магазине «Радиат». Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. Спонсор прогноза погоды ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Итак, сегодня 6 октября в городе Пасмурно. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 4 градуса. В районах возможен дождь. Дневная температура 6,8 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. По осенью поставь теплицу в огород. Сосед весною ждет тепла, а у тебя уже растет. Выставка продажа теплиц в Омске. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Далее смотрите программу «Удачники». Ну а я с вами прощаюсь до 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова